так началась запись добрый день дорогие друзья рад всех приветствовать дорогие ученики участники студии классической гитары резонанс дорогие коллеги и уважаемые слушатели всех рад видеть и на нашем мастер-классе сегодня поговорим о гитарах и у нас от гитара чего начинать вот многие уже здесь вот по крайней мере присутствующие да может кто-то еще подключится многие уже знакомы с этим инструментом уже имеют какое-то представление и если какие-то будут вопросы задавайте спрашивайте вот мы сегодня для того чтобы развенчать мифы и для того чтобы какие-то обозначить какие-то константы что ли основные да и избавиться от каких-то гитарных может быть заблуждений вот сегодня большей степени нар будем играть чем говорить да и можно петь больше чем говорить вот ну начну с того что гитары в первую очередь будем рассматривать акустические да то есть многие считают что есть гитара акустическая и классическая да то есть они по словам акустическая подразумевают эстрадную гитару то есть она длиннее корпус побольше ладо получается длиннее гриф вот но она такая же кусть акустическая гитара как классического моих руках вайных руках это классическая гитара вот эстрадная гитара она тоже но в чем в чем как бы сложность определения люди путаются в том что акустическая гитара ну то есть они считают что но форму путают как бы даст функции функция акустическая то есть живым звуком мы играем вот это эта форма как бы без разницы какой формы я играю живым звуком это акустическая гитара да есть полу акустическая гитара уже такая же также будет выглядеть но у нее здесь будет встроенный темброблок в разъем для шнурочка для провода на чтобы подключать к пульту и уже есть возможность подключаться на большом концерте на большом сцене озвучивать уже без применения микрофонов не теряя каких-то выгодных частот и какой-то красоты и гитарной вот ну и дальше уже идем к электрическим гитарам там уже способ звукоснимания совершенно другой то есть не микрофон не не живой звук да не колебания деки а идет уже спи за датчиков ну если это речь идет до живой деки да либо со звукосниматель идет колебания железной струны вот и в этом случае вот деление такое еще деление по размерам да то есть у нас есть основная вот тоже основной размер skype не передает основные размеры да но есть вот основной размер гитары есть три четверти две четверти для малышей совсем таки вот мальчики маленькие гитарки они актуальны но возрасте там 67 лет а потом уже смело можно переходить на основную на классическую гитару вот на полную вот так что на нашем случае как мы люди взрослые нам не требуются да какие-то маленькие варианты гитар у меня вот есть в комплекте у меня несколько гитар думаю развешано по стенкам и каким-то образом функционируют распиханным по комодам вот у меня есть коллег ты тоже вот гитарка 3 четверть те которые тоже огромное удовольствие приносит она она компактная вот и и свои достоинства китай яркие красивые частоты которых нет других инструментов вот поэтому можно выбирать инструмент еще и по темпу по аккуратности и и по пригодности допустим в походе встречался с ситуацией когда гитару допустим в ручь от не берут по размерам подошла в полосоветской гитарские гитара не отдельно гриф отдельно корпус можно было раскрутить без хитростным таким ключиком или отверточкой так это все монтированно все вклеено и не разве тишут для путешествий классно вот варианты советский гитар который полноценная гитара ну вот потребовалось куда-то путешествовать точно в корпус гитары совершенно точно попадает ну вылезает ручную кладь и совершенно точно можно гриф запихать карман ну если очень постараться вот ну в общем это по размерам каким-то таким типом да а в плане как бы удовольствие слухового я не знаю есть люди которых предпочтительно как бы железные струны это более звонки просто звук от нее исходит до нейлоновая струна они у них более плотный более собранный звук но и богатый более богат то есть у нас у железных струн характерная особенность и резкость и ну то есть она такая пробивная пробивной звук резкость но и достаточно ограниченные частоты такую ну звонкость есть а вот глубины на железных струнах привыка встречишь вот этой это еще опять-таки достоинство инструмента самого да если есть глубина значит инструмент достойный значит он может передавать эти частоты более низкие и более богатые но как правило нейлоновая струна нам более богатый более терпкий такой звук дает более насыщенный вот поэтому но и в опять-таки можем говорить о характере звука то есть к плюсу допустим очень весьма подходит гитары с железными струнами потому что характерный звук дают железные струны то есть я вот погрузить попадется гитара железными струнами у меня пальцы сами играют это вот хочу классику играть меня как бы на него не как пачки вернее сами хотят это делать сталкиваешься с нейлонными струнами и пальчики сами играют эту музыку и еще боль более как бы тонко градация есть это вот ну профессиональные инструменты мастеровые так называемые то есть не фабрички фабричка она у неё там где пыльнул выигрыш выигрыш в том что цена доступная да но не всегда какие-то яркие характеристики у этого инструмента мастеровые инструменты ценятся за свою неповторимость свою теплоту звука или яркость звука каждая чем-то отличается и вот есть как раз вот эти про тонкие градации начал говорить что есть эти тонкие градации в инструментах то есть ты берешь они все классические инструменты все классические гитары но одна музыка предназначена для музыки фламенко другая для классической музыки третья для чего-то более такого современного вот равно как раунда фингер до под фингер стал вот на самом деле вот народ да прикалывался вот это же но модно недавно развивается ну вот сейчас по сей день развивается это направление вот и по мере как бы вот этих вот поисков до вышли и на более оптимальные размеры гитары которые но чуть-чуть уже гриф чем у классики но чуть-чуть шире чем эстрадной гитары вот то есть то есть уже и стандарты под фингер стал уже выработались то есть на сегодняшний день мы можем заказать мастеру вот мне мне пожалуйста гитара четко под фингер стал что она будет обладать определенными качествами вот но в общем такой маленький экскурс по формам по по функционалу как бы до гитар прошли вот и на сегодняшний момент наших руках чаще попадают все таки давно мы держим в руках фабричные инструменты из них опять-таки нет похожих берем приходим магазин первое на что мы смотрим это на материалы то есть материалы сейчас есть ну как бы вообще вот среди мастеров самое уважительное это когда дека массив то есть когда дека из цельного куска дерева них не не простой как бы дал слои да но с другой стороны сейчас технологии то идут вперед и при том что деку массив изготавливать мастер ему приходится очень долгую обработку подготовку проходить года годы проходят порой десятилетия чтобы кусок дерева стал декой то с перед современных технологиях вот эти вот фанеры которые выглядят как как она выглядит будет как концертная гитара выглядеть будут как дека массив то есть профессионально замазываются все где можно это определить то есть вот на розетке на срезе мы можем определить ну как бы слои это да то есть сэндвич такой и слоев разных либо это кусок дерева с годовыми кольцами мы можем по розеточке определить а в в современных вот который подделки до под деку массива пишут как бы дека ель ну в паспорте да но не пишут дека массив это сразу должно настораживать то есть если мы хотим имеем такие амбиции такие вот замашки что мы хотим деку массив хотим чтобы все было ну безупречно в этом плане да так вот если не уточняешь дека массив значит и уже какой-то подвох но опять таки и меня встречались инструменты жутко дешевая они все выглядят сейчас примерно одинаков все примерно но все выглядит как концерт на классно красиво был но берешь руки она либо как раз на классно красивая мебель вообще точно не звучит до либо классно красиво и достойно и куча там красок и всего да и первое на что мы смотрим это материалы а второе на что мы смотрим чтобы она строила а дальше уже различаем по силе звуку под тембра звука ну по тембру звука то есть приходим магазин можно взять из одной серии в руки 10 гитар они все разные где-то более выражены мелодические струны то есть будет на этой гитаре звонко звучать какой соло да либо где-то мясистые басы и ты вот в эту гитару влюбляешься что здесь можно рубить вот есть ребята которые не встречались которые мне нравится что жесткие железные струны сильного натяжения просто рубить классно и вот это вот их это пищи для того что рубить классно вот но рубить классно можно на более тонком изящном инструменте которые будут передавать и вот это рубилово и звонкость струн то есть еще вот на момент когда появились допустим деньги на новый инструмент нужно нужно порыться не полениться обойти несколько магазинов не полениться заставить продавца достать все из складов то есть бывают пришли гитары да я им как бы лень там ну чтобы гитару выставить она настроить чего у вас еще есть отметил вот эта гитара хорошая как бы хочу вас еще есть и так вот 1 1 1 они вытаскивают настраиваешь все вот такое было вот несколько раз я себе покупаю и ученикам да вот если просят выбрать то есть вот эти моменты они либо их придерживают для себя эти гитары либо их еще не распаковали еще не знают их реальных достоинств и попадалось такое что даже вот но гитару существенно ким скинули как бы цену потому что трещина в деке а я вижу достойнейший инструмент то есть дека массив все это 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 совершенно не страшно трещина в деке это совершенно не страшно то есть она ее даже вот если ты клип снимаешь и не видно если ты на концерте а по звуку ничего по звуку ничего самое главное чтобы расположение пружин было то есть мастер как бы внешне почему они все одинаково красивые прекрасно что лаки все в общем-то одинаковые полировать все научились да но самое главное в акустических инструментах это то что внутри под декой пружины система пружин и мастера вот друг за дружкой подглядывают из из поколения в поколение секреты передают там такая ну как бы суть такая что есть если мы говорим про деку массив у нее полок на расположенную так продну вдоль до нарезан ну то есть они вот так расположены и вся сложность сделать достойным инструменту мастера это сделать при склейке как бы этой деке сделать натяжение направленная внутрь туда и мало сделать натяжение сделать еще его раз как бы разрядить напряжение равномерно если неравномерно допустим натяжение есть допустим на верхних струнах тогда будут более выразительные мясистые басы классно но совершенно могут быть бледные мелодические струны нижние да или наоборот как бы здесь вот напряжение хорошего создал мастер а здесь очень слабенько и вот бледные басы совершенно меня такие гитары чаще же с железными струнами попадается вот когда басы совершенно ну вот неинтересно не звучат мне интересно совершенно разочаровываю то есть хочешь что-то красивое сыграть она не получится на этом стремить вот и про про трещины вот я говорю что не трещины вот не внешне внешняя сторона сторона может быть вся и сцарапанная вот если это речь идет о мастеровом инструменте из рук в руки передаваем это скрипки вы не представляете скрипку купить мастеровую который 200 лет это но предмет гордости она будет связь сцарапан она будет все в запилах там до трижды там мастера ее подлатывали где-то может быть ломаная но вот ценность в том что что у нее внутри система вот этих пружин и вот эти системы пружинут и она может быть и заводская классная система пружин мастера работают разные то есть фабрика допустим выпускают там 200 гитар на деле за над ними трудится там 10 мастеров и кто-то из этих десяти мега мастер и вот нужно вот в этой серии просто порыться поискать я захожу магазин миг если узнаю что только что был приход я заставляю все вытащить из склада вот и выбираешь сама достойно это вот вопрос о выборе инструмента ну и соответственно вот если говорить о предпочтениях да то есть я все перепробовался виды как бы но вот озвучки да если мы говорим о выходе на большую сцену я сейчас уже склоняюсь к тому чтобы не через микрофон озвучивать есть системы с этой задачи у нас снимает звук темброблок у нас обрабатывает то есть может погромче более там высокие частоты поднять до искусственно мы здесь снимается звук с деки с живой колебание деки идет если если дека массив это ее как бы сразу же поднимает на уровень концертного инструмента в живом звучание да и это же гитара то есть там пизодатчик внутри закреплен он передает колебание этой прекрасной деки вот и вот этот бы вариант вот самый был бы оптимально если мы концертируем если мы выступаем вот ну если есть несколько гитар дать под разные цели я уже тоже к такой модели очень пришел то это тоже радует потому что нет абсолютно но похожих гитар есть гитары под одну музыку там до используешь по другую там другую гитару берешь то есть вот здесь нет есть конечно гитары фавориты там то есть которую за что-то отдельно любишься что-то чем-то отдельным они отличаются вот мастер вы то есть мастер старается максимально вытащить из из материалов всю красоту и тембра и сила звука и если это удается то вот ну в общем я на этом наверное свой репортаж об описании гитара окончил как бы свой доклад да и может у вас какие то просто появились все вздохнули такие очень много новой информации да скорее так скорее так мы будем переваривать ну вот никто не собирается бежать время гитару покупать да нет пока это уже поздно на самом деле в смысле почему ну потому что пока уже есть у меня скорее наверно вопрос тогда как бы что больше подойдет для ну для гитары с металлическими струнами эстрадные да ну есть гитары с металлическими струнами да это эстрады ну в общем и на классику железные струны ставят а нет это именно вот эстрадные с узким грифом и что в чем вопрос ну какая музыка там лучше больше подойдет ну потому что я сейчас у меня тут вот в пензе есть вот такая гитара я пыталась на ней ну повторить то что мы учили это конечно ну надо приноровиться вот может быть неон поставить на неё у нас так делали да мы так делаем просто просто если играем пальчиками то оставим нейлон если мы играем медиатором то медиатор такая разница какие струн ставишь железо они звонкие громкие рубишь вот но я говорю что есть преимущество у железных струн определенно ну то есть вот какой-то рок там русский рок там цоя там играть железные струны по-моему еще милое дело вот ну то что к русскому року относится вообще все можно так играть да ну да поблюзить вот если есть такая как бы привычка поблюзить здесь то это очень здорово если есть такая гитара а если а если а то есть там можно без проблем поставить нейлоновые струны ну как бы сказать у меня так что гитара рассчитана именно на металлические ну смотри есть есть разница только на электрогитарах у которых не пьезодач посмотри вот сейчас допустим у меня гитара будет электроакустическая да вот она у меня вот здесь вот просто дека вот и звук снимается в этом случае колебания деки там такая таблеточка пьезодачик называется она снимает колебания деки дека качается когда мы струну дергаем вот ну как бы колебания снимается этот способ звукоизлечения подходит если у тебя подключается гитара этот способ звукоизлечения подходит и к железным струнам и к нейлонам потому что колебания деки не струн если электрогитара или бас гитара у нее стоят такие поперек струн такие приспособы называются звукосниматель да он снимает колебания струны и вот тут поставишь нейлон и очень улыбнешься Что носи обратно нейлон, ставь обратно железо, потому что звук не снимается. То есть ты шнур подключишь, усилок воткнешься, а звука нет. Это единственный критерий, где нежелательно менять струны, на нейлон или на железо. То есть при вентиле железа, значит носи железо, все. А дальше ты, все остальное понимаешь, ты же любишь свои пальцы, свою руку бережешь? Ну да. Вот медиатору по барабану какие струны, пальчиком не по барабану. Более щадящий вариант нейлон все-таки. И я говорю, что нейлоновые струны еще и обладают этим тембром богатым. Особенно концертные струны. То есть по сегодняшним ценам, допустим, если за 300 рублей покупаешь какой-нибудь дешевый нейлон, или из Китая за 100 рублей заказываешь, он тебе один тембр дает. Если покупаешь какой-нибудь французский струн за 1300, он тебе совершенно другой тембр дает и возможности дает. То есть там можно работать, более ювелирную музыку играть. Там, где побольше силовых приемов, лиги, форшлаги, морденто, там, где нужно проворачивать. И, как правило, классическая музыка или что-то такое, они оснащены вот этими пьесами, оснащены вот этими приемами. Если там стоят жесткие неповоротливые струны, для тебя это будет мучение. Но ты все равно что-то железо поставить. Вот, соответственно, тут приходится уже выбирать, ну, как бы комплект струны подороже купить, либо убить руки уже напрочь, раз и навсегда. Ну, просто мне попалась книжка, я уже Насте, Аня рассказал, да, попалась книжка «Музыканты его руки». Вот, говорит, мне просто во вступлении все сразу стало понятно, с кем столкнулся, и я этому человеку доверяю. Он говорит, что вот, ну, почему-то в музыкальной школе описывают, что, ну, описывают, как правильно ухаживать за инструментом. Принесли там с мороза, там, дайте инструмент отстояться, чтобы испарина прошла, протрите испарину. И вот это вот, до таких тонкостей, да, если там струны недолго носите, там помочи тряпочкой с мылом. У Жени получилась. И почему-то вот эти вот тонкости описываются, ну, в учебных пособиях относительно инструмента, относительно струн. Но почему-то ни слова не пишется, как использовать руки. Потому что новые струны мы можем купить, новый инструмент мы можем купить, новые руки нет. Вот, и этим руководствуешься при выборе инструмента, при выборе струн. При выборе инструмента высота струн вот в этом месте. Чем ниже, тем легче играть. Вот. И, соответственно, ну, толщина струн, там уже, ну, выверяешь. Ну, вот, не знаю, ответил на этот вопрос у нас. Ну, вроде, да, я так понимаю, могу. Что, Ань? У Насти такая же гитара, как у меня, прям, толщина струн. Эстрадная. Эстрадная? Да, лимаха, вот. Правда, я свою отдала сейчас веселье, но она мне и вернёт, наверное, скоро. Ну, не знаю, я так понимаю, наверное, надо попробовать как-нибудь поменять. Попробовать, в принципе, смотреть, что будет. Поменяй, поставь нейлон, да. Если это для учебных целей, да, без разницы, какие там струны. Ну, среднее натяжение, допустим, и нейлон среднего натяжения. Если подразумевает какой-то акустический зал, где ты хочешь максимально выгодно показать инструмент по звуку, ставишь, действительно, я дня за три до концерта покупаю комплект струн, устанавливаю, и вот два дня как раз на растяжку уходит. Нейлон немножко подольше встаёт, чем железо. И уже свежим тембром, свежими струнами покоряешь зал. Понятно. Так, ну ладно. Теперь переходим ко второй части марезонского балета. Кто готов спеть или сыграть? Женя, ты с нами? Чего, Женя? Ну да, по сути, я с вами. Хорошо, прекрасно. Так, слушайте, давайте, кто первый-то всё-таки определился? Давайте, кто первый. Да. Да, слушайте, я не готовился. А ты готовишься? Вам не надо готовиться. Ну ладно, я просто тогда что-нибудь от себя тяну можно? Да. Да, я провожу. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! 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 Аня, давай, сейчас знаменитая песня группы Beatles Yesterday Хит этого года! Хит этого года! Хит этого года, да! Топ-10! Поехали! Спасибо! Топ-10! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ладно. Так, ладно. Так, ладно. Так, ладно. Так, ладно. Так, ладно. Так. Так, Наташа готова? Ну, да, я готова. Ура. Так, что исполнять будем? Я хочу исполнить песню новеллы Матвеевой «Видишь зеленым бархатом отливая». Очень хорошее название, очень хороший автор. Благословляю. «Видишь зеленым бархатом отливая море, Лежит спокойнее, чем земля, видишь, как будто ломтик от коровая шлюпка, Яхты и пароходы ушли куда-то, словно по краю моря они прошли, словно, Как по натянутому канаду в цирке, Канатоходцы пройти смогли, словно, Как по натянутому канаду в цирке, Канатоходцы пройти смогли. Дальше по краю моря обрыв, подвесные яхты, И пароходы идут скользя, робко, И осторожно держась над бездной, Помни, что оступиться никак нельзя, робко, И осторожно держась над бездной, Помни, что оступиться никак нельзя, Ты же так хорошо это море знаешь, Ты же такие песни о нем поешь, Что ж ты, что ж ты, за горизонтом не исчезаешь, Что ж ты, за пароходами не плывешь, Что ж ты, за горизонтом не исчезаешь, Что ж ты, за пароходами не плывешь, Словно как по натянутому канату в цирке Канатоходцы пройти смогли снова Константинополь, Суэц, Канада снова По краю моря, на край земли снова Константинополь, Суэц, Канада снова По краю моря, на край земли Красивая песня, очень здорово Очень классно поет, мне нравится прям Наташа, можно про гитару? Что за гитара? Мы сегодня такой маленький обсудили Что за гитара у тебя в руках? Такая же гитарная песня Димаха У нас одинаковые песни Димаха с железными струнами Анистрадная, да? Да, у меня еще есть с нейлоновыми струнами На которые как раз Настя училась играть Сначала была моя гитара Я ее отдала и она мне ее обратно вернула Поэтому у меня две гитары есть Ну вот я и говорю, что уже счастливый человек, который может показать и такой и такой звук Ну и опять таки Выбираешь По репертуару допустим какие-то вещи Больше вот этому инструменту идут Как к цвету лица, к цвету глаз подбирают Ну Снаряжение На рубашке В узкие юбки Вот Так и гитаре тоже какая-то музыка Музыка может идти Либо не подходить То есть на раздолбанном пианино классику не играют В Агнера там не играют Да Но прекрасно играется музыка Ну Для озвучки немого кино и ковбойски Да, 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 вот раздолбанную ледку они показывают Хотите сыграю это в игре? Да, ты ковбойское что-то сыграешь? Этому пианино что-то такая музыка больше идет Что? Ковбойское что-то сыграешь? Я не умею ковбойское, я умею только Баха Ну, к этому пианино больше ковбойское музыка подходит Да, да Там у него даже щепки от лома не сверху Вот, Абаха нужно на немецком белоснежном рояле играть Да А лучше на органе Так будет более органично Вот, ладно, хорошо, по-разному Конечно Спасибо, Наташа Вот так Ну, признавайся, кто еще хочет сыграть? Ну, я знаю, что у них есть в загашнике одна пиеса Есть, да, одна Ну, давай, наверное, ты, наверное, сыграешь Потом, может, я что-нибудь в заключении, да? Да Хорошо Так Вот, как раз было время У них сейчас классическая гитара не с железными струнами Больше бы подошла именно гитара с железными струнами Странная под это дело Но здесь как раз такой случай, о котором я рассказывал То есть в моих руках гитара классическая, у которой, ну, как бы заводская гитара И у нее и прекрасно звучат мелодические струны, да? И очень насыщенные басы И в классической гитаре можно этим пользоваться Весь рок, весь гранж-рок Все вот тяжелое Оно будет прекрасно звучать на инструменте с вот этими тембрами, да? То есть, несмотря на то, что в моих руках нейлоновые струны На гитаре Звук получается такой вот рычащий, насыщенный, такой богатый Играет музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот если есть вопросы давайте может быть что-то обсудим вот если вопросы закончились мы можем остановить запись и обсудить какие-то текущие наши задачи и планы впереди нас ряд каких-то концертов фестивалей конкурсов и каких-то на общих мероприятий вот и давайте вот просто в рамках этого мастер-класса что о чем еще хотелось может быть спросить или что-то поделиться что интересно для себя приобрели я еще готова делиться просто в рамках мастер-класс я думаю что достаточно дальше уже на занятиях всех приглашаю сейчас очень актуально новые ученики есть места вот если все допустим пойдет как планировалось возможно мы доберем еще в два раза больше народу то есть я возьму большее количество часов тогда вот и тогда ну прибавимся в принципе сейчас если есть желающие с удовольствием примем студию с удовольствием будем развиваться набираться опыта набираться репертуара и выступать 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 вот у меня есть вопрос это по поводу того как мы будем заниматься во сколько времени как раз сентября сентября же не я сейчас буду наверное с сентября перестраиваться уже на к школе как бы пристраиваться то есть перестраиваться обычно у нас освобождаются все после занятий после трех я так понимаю да с школы с институтов со школы в три наверно 45 нет но где-то в четыре я положусь и свободу у меня есть пары до 8 даже вечера но я не хочу не ходить ну возможно мы будем выбирать такое оптимальное вечернее время скорее всего запустим опрос до перед перед первым сетябрем еще не все знают свое расписание вот сейчас допустим запускать опрос это вот все ответят а потом всех все поменяется я думаю что на первой неделе сентября мы запустим опрос пока так предварительная мыслью в районе 5 наверно до 45 вот в этом районе если сейчас по-прежнему графику работать там по два часа в день то наверное так сделаем если сделаем допустим в день сдвоенные скажем как сдвоенная пара в институте на разделаем по-другому вот но пока пока будем собирать информацию разведку собрать информацию еще вот по по тематике да по гитарам поможет по обучению какие-то вопросы ну что-то такое вот по расписанию очень злободневный вопрос но пока вишня не готов ответить пока у самого знаки вопроса таки неизвестно кому вот давайте вот кто сейчас это в онлайне кому у вас сколько удобно я в понятиях ну вот вечер наверное да вот в районе пяти вечер это да но вот проблема в том что я иду как бы в коис это новое для меня место а также дистанционно я уже не знаю что делать короче разбор будем разбираться ну давайте будем будем на связи и я я всегда готов какие-то подвижки сделать ваших интересах что мне пустому экрану преподавать неинтересно поймите мне нужны чтобы работа шла чтобы результаты были наташ если вот немножечко давайте наверное запись остановлю если уже вопросы по мастер-классу нет и дальше есть вопросы обсудим спасибо за внимание всех рад был видите очень интересно насыщенный концерт получился вот и диалог такого очень для меня огромная радость что какая-то началась движуха да вот ну пролетело лето и началось уже вот я в общем-то возлагал надежды на этот концерт и они оправдались спасибо вам большое до скорых встреч